Авария на пересечении улиц Ташинова и Макарова могла бы остаться просто проблемой двух водителей, если бы ДТП не произошло возле газопровода среднего давления. Один из автомобилей врезался в трубу, и число пострадавших от этого выросло до нескольких сотен. Примерно столько людей в результате порыва остались в мороз без газа. В шесть часов это произошла авария. Две машины стукнулись. Стукнулись две машины. Здесь все начало гудеть. Так стукнулись, что у нас дом содрогнулся, знаете, когда вот это пошло все. Вышли здесь все люди, не могут ни газ закрыть. Здесь сосед подбежал, хотел задвижку. Не работает газовая задвижка, сосед. Ничего не получается. С шести часов вечера звоним. Нет у нас, нет материала, ждите до утра. До утра ждем. 200 домов здесь без газа. Весь вот этот район, вот этот, весь без газа. Вот здесь весь этот район без газа. Представляете, сколько это домов? Вот все, вот та сторона нет. А вот эта сторона вся абсолютно без газа. Согласна, что такая авария, что люди пострадали. Сейчас грянет мороз, перемерзнут трубы. Кто будет вот наши беды оплачивать и затраты? Сидим в холоде. У многих дети. Но и утром проблема не разрешилась. Подъехавшие на место аварии газовики, по словам жильцов, полдня бездействовали и лишь после обеда приступили к работам. На это у руководителей газового хозяйства были веские причины. Утром были приняты меры по определению масштабов, объемов, сколько материалов надо. Работа с утра велась. Все необходимые материалы к месту аварии подвезены. До конца рабочего дня порыв будет устранен. Эту морозную ночь жители улиц проведут в теплых домах. Даня Архудайбергенов, Давран Абдиев, Саид Ахметов. Информационная служба телекомпании «Отрар». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!